Всем привет, дорогие друзья! Сегодня у нас очередное видео украшение. Вот такая вот у нас сегодня коробочка. Очень быстро показываю её и убираю, потому что не хочу портить, так сказать, сюрпризов показа. Добро пожаловать на мой канал! Добро пожаловать в Канаду! Я живу в Канаде, покупаю украшения в наших секондах, но не в винтажных магазинах, не комиссионках, а в магазинах благотворительных. И на моём канале не только украшения, на моём канале примерки, обзор магазинов, болталки, всё, что мы девочки любим. И опять же повторюсь, что цены, которые я показываю, все цены в канадских долларов, это цены, по которым я покупаю свои украшения. И теперь давайте перейдём к рассмотрению того, что у нас сегодня есть интересного и нового. Так, ну что ж, первое украшение. Ой, там я отражаюсь даже, наверное. Да, видите, вон я. Привет! Телефон, мой кольцо, вообще. Первое украшение стоило недорого, стоило всего лишь 4 доллара. Я на самом деле не скрываю своё лицо, потому что я... Очень многие девочки, которые показывают украшения, они себя не показывают. Я, в принципе, в других моих видео себя показываю, потому что я показываю примерки в магазинах. И украшения все мои я тоже примеряю на себя, но я не показываю своё лицо так полностью, я показываю больше украшения, а лицо немножко так, кусочек. Вот. Ну, в принципе, на моём канале же полно видео со мной, с моим изображением, поэтому даже если вы меня вот тут вот разглядели в отражении, что, в общем-то, меня не очень видно, то ничего страшного. Ну, так, перейдём. Значит, это украшение локет. Посмотрите, какое прикольное. Я люблю украшения локеты. Даже если они не очень винтажные, есть в них что-то... Как будто бы вот что-то загадочное, что-то винтажное, потому что вот идея вот такого вот кулончика, в котором можно что-то спрятать и положить, начиная там от фотографии любимого и кончая там каким-то маленьким предметом, который вам что-то напоминает, или даже зеркало туда иногда кладут, чтобы посмотреть на себя. В этом есть какая-то что-то такое романтическое и необычное, в общем, ну, вот что-то такое винтажно-старинное, иногда даже немножко, ну, по-английски это называется creepy, то есть, ну, какой-то... Не знаю, как это перевести. В общем, каждый раз, когда я вот такое вот вижу украшение в секунде, я открываю, немножко с ужасом жду, что там будет чья-то фотография или что-то лежать, там какой-то волос любимый, клок волос или что-то такое. Но ничего, как правило, я не нахожу, как правило, они все пустые, тем более, что вот этот конкретно локет, я думаю, что он современный, уж очень он хорошо сохранился, их, в принципе, делают современные тоже, но я их покупала, потому что мне нравятся они, у меня их есть несколько штук. Красивая, еще к тому же, сделана красивое плетение цепочка, обычный замочек, никаких маркировок нету, украшение, скорее всего, современное, но милое такое, знаете, под винтаж, под старинный винтаж, так скажем, сделанным, и эти меня привлекают. Следующее украшение у нас бантик, стоило 5 долларов у меня, изящный, элегантный, по-моему, нету маркировок на нем. Насчет винтажности тоже не скажу, скорее всего, что он не винтажный, уж очень он хорошо сохранившийся. Так, давайте посмотрим сначала обратную сторону, маркировок никаких нету, выглядит довольно новым, но очень симпатичный, посмотрите, какой он симпатичный. Во-первых, сама идея, вообще я люблю броши бантики, потому что это как бы вне моды, это что-то, вот там есть такое женственное, девичье, такое, знаете, милое бантик, это бантики, цветочки, ну, в общем, все, как мы любим. Сделан, видите, такой решеточкой переплетенные, переплетение такой, в центре каждого переплетения, вот как будто бы должен был бы быть камушек, но камушка нету, это просто стразик, видите, это просто пустое, пустое колечко. Ну, милах такой, миленький бантик, очень симпатичный. Хорошо сделанный, качественный, не знаю, что за бренд и не знаю, сколько ему лет. Ничего я не нашла похожего нигде в интернете, но вещица очень симпатичная и милая. Следующая брошь у нас слоны. Слонов у меня много, стоила она 4 доллара. Слонов у меня много, вот как ни странно, я не специально не собираю коллекцию слонов, но у меня почему-то среди украшений очень много слоников. И броши, и кулоны, и разные другие какие-то украшения. Но вот этот мне понравился. Тоже нету маркировок на нем. Почему на нем? На ней, на броши, это же она. Тоже нету маркировок. Сделано очень качественно, очень хорошо. Вот здесь вот, может, что-то написано, нет? Нет, хотелось бы, но нет. Забавный сюжет. Вот мама слониха и слониха, и слониха ребенок, и слоненок, женщина, мальчик, девочка, не знаю. Прикольно так сделано. Мама такая в пупырышку. Ушки такие все, хвостики, в общем. Очень мило, очень занятно, очень симпатично. Сюжетные броши я люблю. Броши с животными я тоже люблю. Хотя больше люблю со всякими стразами. Но здесь, видите, интересность этой броши заключается в том, что разного качества сделаны мама и ребенок, слоны. И очень даже приятная, симпатичная брошечка, милая красотка. Буду носить ее с удовольствием. Не большого размера, но очень симпатичная. Ну что ж, давайте рассмотрим клипсы. У нас сегодня две пары клипс. Вот эти и еще одни, которые являются моим сюрпризом. 7 долларов они стоили. Не знаю, маркированы они или нет. Сейчас посмотрим. Я не помню, если честно. Я их покупала какое-то время назад. Я просто не сразу снимаю, не сразу показываю. Поэтому я уже забываю. Так, давайте-ка. Да, там есть какая-то маркировка. Давайте посмотрим поближе. Поэтому они и стоили недешево. А, Эйвен. Ага, вон оно что. Эйвен. И еще что-то написано. Как всегда, я вверх ногами держу. Эйвен. Эйвен. А, это Эйвен для ненаречия, наверное. Обычно так маркировались. Эйвен делал изделие для ненаречия. И вот это сюрприз. Я даже, честно говоря, не помнила сама, что вот они такие. Я помнила, что там блокад и маркировка. Нет, не помнила я ничего. Я их купила и уже забыла даже, почему и что. Ну, в общем, просто они мне понравились. Может быть, я увидела что-то Эйвен, но я не видела что-то для Нины Ричи. Всегда приятный сюрприз, когда я снимаю видео и разглядываю близко в подробностях то, что я вам показываю. И нахожу вещи, которых я не видела до того, до съемки. Это всегда очень приятно. Посмотрите, какие они красивые. Что это, с чего они сделаны. Похоже, стеклышки. Ну, по-любому. Очень-очень милые, красивые клипсы. Очень симпатичные, красивые цвета, хорошо сделаны. Замечательные, небольшого размера. Для тех, кто не любит. Очень крупные, очень яркие украшения. Вот такие вот симпатичные малютки. Так, следующее украшение у нас. Вот такая вот брошь роза. 8 долларов она стоила. Не помню, маркированная или нет. Давайте посмотрим. Есть такие броши. Господи, забыла название. Девочки, напомните мне. Вот прям броши розы. Как же она? Нет, не Джулиана. Джованни. Нет. Господи, вылицало из головы. Ой, нет, она маркирована. Вот же я. А, это тоже Эйвен. Да? Слушайте, у меня сегодня видео, конечно. Полное сюрпризов. А, да, это тоже Эйвен. Эйвен. Потому что есть... Я забыла название компании, которая делала вот именно... Именно специализировалась на вот таких вот брошях, розах. Ну вот, мне кажется, Джулиана, но это не Джулиана. Это... Да, я уверена, что вы помните, и вы меня напомните. Ну, это Эйвен. И она очень нежная, изящная брошь. И очень красиво сделана. И добавлен в ней вот этот вот розовый стеклянный кабошон, который совершенно... Давайте я так возьму, а то мой лак мешает его разглядеть. Который совершенно необыкновенно розового цвета. Красивая брошировка. Очень, очень качественно сделанная брошь. Посмотрите на эти листики, на этот сам цветок, на этот розовый кабошон. Лапки. И вот с обратной стороны. Здесь еще что-то на булавке. Или ничего, нет ничего. Вот такая вот красавица, замечательная брошечка. Так, следующая брошь, которая тоже стоила мне целых 4 доллара канадских. Вот это я помню, что у нее была маркировка. Я находила ее в интернете, похожая. Они не очень дорого ценятся в интернете тоже. Но мне она понравилась тем, что у нее есть маркировка. Так, брошь, венок. В серебряном тоне. И это у нас кто? Давайте приблизим и рассмотрим. Не знаю кто. Не видно совершенно. Сейчас я посмотрю, потому что я ее находила по картинке. И я сейчас прочитаю, кто это. Так, это брошь от компании Герри. Вы знаете, ну, разглядеть, что это Герри, просто вообще невозможно. Просто я нашла вот в интернете такую же, и поэтому я теперь знаю. Так бы я, конечно, не прочла бы никогда. Такой вот винтажный замочек. Меня немножко смущает вот ее форма. Это ее погнули или она такая должна быть? Потому что по картинке в интернете я не поняла, если честно. Там круглая просто вот так вот она лежит, плоская вот такая вот на подставке на какой-то. И совершенно непонятно. Это ее... Она должна быть такая гнутая или она как-то вот так вот кто-то на нее сел? Не хочу сказать наступил, потому что если бы на нее наступили, от нее бы, наверное, остались рожки до ножки. Но если кто-то сел на нее вот сюда, то... Ну, в общем, я что-то сочиняю, придумываю. По-любому брошь красивая. Может быть, ее надо разогнуть. Не знаю, девочки, что вы думаете? Такая она должна быть изогнутая или это так? Так ее кто-то повредил. Смотрите, какая красивая она сделана из отдельных таких листиков, брошированных тоже. Красивая, красивая, изящная, элегантная брошька. В серебряном тоне очень... Очень приятная вещь. Следующая брошь, которая тоже стоила 4 доллара. Очень люблю такие броши. Филигрань, камушки. Никогда не знаю, насколько это винтажная брошь или нет. Пока что не могу открыть застежку, потому что ломаюсь не с той стороны. Судя по замочку и по иголке, да. Потому что иголка длинная. Сейчас покажу вам. Смотрите, видите, какая длинная иголочка. Так она сделана с обратной стороны. Очень красивая брошь, изящная. Кольцо, лепестки, филигрань. И вот камушки. Полудрагоценные вот эти вот осколочки, огрызочки от красивых полудрагоценных камней. Очень красиво это собрано, приклеено, аккуратно так. Красиво подобраны цвета. Очень красиво она выглядит, эта брошь. Элегантно. Тонкая работа. Обратная сторона тоже очень качественная. Что здесь у нас? Ничего. Как правило, такие броши не маркировались. Вы знаете, я никогда не видела маркировки на таких брошях. Мне кажется, это где-то 70-е. Вот примерно. Видите, как интересно этот листик. Он вот так вот загнут и спаен вот здесь. Ее, наверное, вот так надо все-таки носить. Очень красивая, очень симпатичная, элегантная, изящная брошь. Следующая брошь. Шедевр. Шедевр. Предпоследний шедевр нашего показа, потому что у меня есть еще один шедевр. Посмотрите, она стоила 20 долларов, ее оценили до 14. Почему-то никто не захотел ее купить. Видимо, за 20 долларов, я не знаю, купила ли бы я ее. Но, видимо, ее оценили непосредственно перед моим приходом. Потому что я уверена, что если бы кто-то из любителей винтажа увидел ее за эту цену, то, конечно, бы купили так же, как купила ее я. Брошь совершенно необыкновенная. Тоже не нашла никаких. Ничего не нашла по ней. Ни маркировки. Так, не туда я тыкаюсь. Ни маркировки, ни описания, ничего. Так она выглядит сзади. Снова я сейчас предположу, что это Джулиана. Ну, скорее всего, что нет. Ну, так на каждую брошь старинную винтажную можно сказать, что это Джулиана. Давайте порассматриваем ее внимательно. Молочное стекло. Красивые кристаллы Аврора Болеалис. У меня нет сомнений, конечно же, в ее винтажности. Такие броши, как правило, попадаются очень редко. Вообще, броши из молочного стекла попадаются довольно редко. Это уже вторая брошь у меня из молочного стекла. Та тоже была не маркирована, по-моему. Там у меня был набор броши Эклипси. Она была немножко повреждена, но, в принципе, ничего. Так в нормальном состоянии. Это абсолютно в идеальном состоянии. Ничего не отломано, не поломано. Бесподобная брошь. Просто шикарная. Вот такая вот красавица. Необыкновенная. Не знаю даже, что про нее сказать, потому что... Что тут сказать? Вы все видите сами. И, наконец, гвоздь нашей программы. Вот такие клипсы. Стоили они 15 долларов. Не дешево. Ну, как не дешево. Для наших... Для магазинов, которым я купила, это не дешево. Потому что там это не винтажный магазин. Это магазин благотворительный. Но для этих клипс я считаю, что это недорого. Можно сказать, почти что даром. Во-первых, давайте сначала мы рассмотрим... Рассмотрим эти клипсы. Это камень. Жидеид, по-видимому. И маленькая жемчужинка. Брошь... Ой, брошь, клипсы. В прекраснейшем состоянии. В идеальном состоянии. Нигде не повреждены. Посмотрите, какие лапки. Как вставлен этот камень. Я находила их на интернете. Ценятся они довольно дорого. И это компания Крамер. Украшение Крамер вообще ценится довольно дорого. Вот. Ну, потому что это очень качественная винтажная бижутерия. Очень необычная, очень интересная. Вы видите по этим клипсам, какой необычный дизайн. Просто потрясающий дизайн. Какие они крупные, красивые. Такой... Ну, в общем, редкая вещь. Я вам хочу сказать, что... Очень многие винтажные клипсы так или иначе похожи друг на друга. А вот это прямо абсолютно-абсолютно не похоже ни на что. И они, конечно, просто... Просто великолепные клипсы. Не могу на них налюбоваться. Я очень люблю крупные украшения. И это, конечно, мое-мое. Ну, что ж, друзья мои. Вот такой у нас сегодня показ. Я надеюсь, что вам понравилось. Я надеюсь, что вам было интересно. Я надеюсь, что те, кто у меня впервые, вы на меня подпишетесь. А все, кто у меня не впервые, я очень рада всем моим друзьям. Надеюсь, что вы поставите мне лайк, оставите мне комментарий. У меня было к вам много вопросов. И увидимся в следующем видео. Не знаю, что это будет. Может быть, видеопримерок, обзоров магазинов, болталок. В любом случае, все, что мы, девочки, любим. А на сегодня все. С вами была Дита из Канады. Всех люблю. Целую. Пока-пока-пай. Субтитры сделал DimaTorzok